Всех приветствую на нашем канале OptaNet. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Сегодня я вам хотел показать, как сделать радужный шрифт в Инстаграме. То есть можно выложить, допустим, историю в вашем Инстаграм-аккаунте и шрифт, если вы что-то пишете, например, какое-то сочетание, ну, в общем, не важно, слово какое-то пишете, и его можно разноцветным, то есть одно слово разными цветами написать. Это очень круто, и такой лайфхак мало кто знает. Сейчас я вам более подробно покажу, как это сделать. Кому понравится, подставьте, пожалуйста, палец вверх, подписывайтесь на наш канал. Поехали! Итак, ребят, для того, чтобы сделать шрифт в Инстаграме радужным, нам необходимо, соответственно, зайти в сам Инстаграм. Заходим в Инстаграм, и, например, вы хотите выложить историю с радужным шрифтом, радостным шрифтом. Нажимаем добавить историю, выбираем, собственно, картинку, или делаем фотографию именно, которую вы хотите, допустим, выложить. Вот, например, вот эту картиночку, смотрите, ну, и пишем какое-то слово. Я пишу радужный, как шрифт, который у нас будет. Смотрите, написал радужный. Теперь вам необходимо выделить вот это все слово, то есть вот таким вот образом мы его выделяем. Дальше нам необходимо зайти в палитру цветов. Но вообще, для удобства, ребят, лучше, конечно, телефон положить на стол, потому что нужно будет две руки. Но я попытаюсь сделать так. Дальше заходим вот сюда, сверху, палитра цветов. Ну, и здесь и так очень много цветов. Но для того, чтобы сделать радужным, мы выбираем любой цвет, но вот именно оттенок, который мы хотим. Например, я хочу, допустим, зелененький. И зажимаем дальше. Ну, мы можем, допустим, зеленый или можем перевести, начать там с розового, оранжевого, фиолетового, любого палитра. Здесь все цвета. Например, берем зеленый. И теперь одновременно, смотрите, вот эту часть слова перетаскиваем с нашим оттенком. То есть, вот видите, и получилось у нас слово написано разными цветами. Это очень прикольно выглядит. Соответственно, нажимаем ОК. И, ну, соответственно, дальше, как обычно, можно этим словом управлять, куда вам нужно переносить. Также можно, допустим, второе слово, опять-таки, опять-таки пишем радужный. Точно так же, смотрите, нажимаем цвета, палитра цветов. Например, теперь я хочу, чтобы был началом именно самого цвета был красный. Да, а, забыл. Выделяем. Вот, смотрите, все слово... Стоп. Как его? Вот, выделяем. Зажимаем на красном. И держим. Можно даже по одной букве. Смотрите, можно быстренько. Оп. И мы как бы перенесли, видите, быстро. Если вы хотите, допустим, то можно по одному... По одной букве. Смотри, красный, потом переводим белый. Потом берем букву, допустим, зеленый. Потом еще желтый. Ну, соответственно, вот таким вот образом. И, опять-таки, мы слово это сделали тоже разными цветами. Это очень прикольно, ребята. Вот таким вот образом это все делается. Также можно делать не только в истории, но и, например, в любой фотографии в ленте. В общем, ребят, кому было полезно, оценивайте наши ролики, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч на нашем YouTube-канале Opt.net. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok